Аплодисменты 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 Вот это название, его можно рассматривать двояко. Можно сравнить с литературным жанром. Новелла, рассказ. Когда получается, новелетто, это уменьшительная от новеллы маленький рассказ. Но дело в том, что новелетто это вовсе не литературный жанр, а чисто музыкальный. И впервые его применил в музыке немецкий композитор Роберт Шуман. Назвал так свои фортепианные пьесы. И отмечал, что да, его новелетто есть момент повествовательности, как это бывает в рассказе, но в то же время название вовсе нет литературного жанра. По мнению очень авторитетного музыковеда Хелтуша по фамилии, академии Хелтуша, название это взял Шуман благодаря певице популярной в его время, английской певице Клары Новелло. Вот отсюда это название, которое подхватили и другие композиторы, в частности, и Глазбур. У него, в его новелетках, из пяти пьес, три с национальным колоритом. Как он назвал их в венгерском стиле, в испанском стиле и в восточном стиле. Есть еще пьеса в старинном стиле и есть еще в ассо. Так вот складывается весь цикл. К 200-летию Феликса, к 210-летию с дня рождения Феликса Медельсона, сегодня исполняется еще одно его произведение. Другие звучали в предыдущих наших программах. Сегодня первая его симфония для струнного оркестра. Я подчеркиваю, для струнного оркестра. Потому что еще до того, как Медельсон своей симфонии для большого симфонического оркестра дал номер один, еще до того он написал 12 маленьких струнных симфоний. Сделал это в детстве. Когда изучал композицию у известного в Берлине музыканта, да и не только в Берлине, но и вообще в Германии, Карла Цельдера. Вот как ученические работы и сочинил он 12 струнных симфоний. Первая была написана в 1821 году в возрасте 12 лет. И, конечно же, невозможно требовать от самой первой симфонии в биографии юного композитора абсолютного совершенства. Можно только удивляться, насколько интересна эта первая симфония юного композитора и насколько рано проявился талант этого музыканта, этого автора. Мы начинаем на второе отделение нашего концерта. Феликс Медельсон. Симфония номер один для струнного оркестра «До-мажор» в трех частях. Исполняет Омский камерный оркестер тележон Григорий Вэбе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. 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 Вальс и венгерском стиле. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА